Если я скажу, что его знает житель, каждый житель республики, я, наверное, не ошибусь. Он главный волонтер республики, главный общественник, человек, решивший объединить добром весь мир. И он сегодня у нас в гостях, Антон Васильев, обладатель премии «Человек года». Доброе утро, Антон. Доброе утро. Антон, вот расскажи, с чего все началось? А знаете, все началось с того, что я перешел клиническую смерть, я на ноги встал, и мне этого стало очень мало. Я начал помогать детям инвалидам, детям сервитам. А потом после этого мне стало мало, что я начал помогать детям инвалидам. Я начал бороться с мусором. За пять лет борьбы с мусором собрал четыре тысячи мешков мусора. Вот за один этот год собрал тысяча пятьсот мешков мусора. Урожайный год был, очень урожайный. Вот за эти годы ты сам чувствуешь, что город становится, может, чище или не меняется, может, ничего? Да, город стал чище, как сказать. Раньше, возьмите, хотя бы лет 10-15, одни деревянные дома были. Сейчас полностью все Лермонтова улица, полностью все посносили, чебешки эти. А сейчас чисто очень хорошие и красивые дома идут. А тяжело было вот начинать. Я вот тоже помню те времена, когда вот ты начал убирать мусор. И многие, ну, может, не многие, но большинство, можно так сказать, ухмылялись, как-то насмешки были. А теперь, я вот не побоюсь, никто даже не посмеет вот даже посмеяться. Сейчас вот поддерживают тебя как раз. Сложно, наверное, было в тот момент? Да нет, сложного ничего не было. Я просто начал. Я могу это делать, я это делал. Я бегаю каждое утро на 12-13-м районе. И каждое утро там мусора все больше и больше прибавлялось. Я бы удивлялся, как так, если наши службы не убирают, надо заняться. И начал убирать. Сейчас стартовала акция «Чарон добра», которая объединяет нас районы в скором времени и регионы России. Вот как он работает и какие районы уже друг другу помогли? Это социальный проект, в котором участвуют все жители населенных пунктов. Например, сначала город Удачный, Мирненский район, оказал помощь городу Нерунгре. Кстати, к нам очень сильно подсоединились. Украинское землячество границы. Спасибо им большое. Вместе мы отправили груз в город Нерунгре. Там было очень много продуктов питания, детское питание, памперсы, средства личной гигиены. А взамен город Нерунгре оказал помощь городу Алдану. Алдан оказал помощь Мигинакангаласу. А Мигинакангаласы оказали помощь городу Якутску. И по городу Якутскому прошло около 40 организаций, включая православных, мусульман, католиков и армянская апостолическая церковь. А вот насколько активно люди живают, помогают друг другу? А люди у нас, как сказать, активно, уже активно. Вот я по-тихому начал ломать, ломать их не границы. Потому что многие люди начали мне писать, Антон, хотим мы это передать, это хотим передать. А я в основном, знаете, ко мне люди пишут, Антон, заедь за вещами, передай. Я отказываю им. Знаете почему? Я хочу, чтобы люди сами поехали, чтобы они сами почувствовали все это. Чтобы сами поучаствовали. Да, сами поучаствовали. А то получается все это через тебя хотят сделать. Не, не, получается, они отдают ничего, просто должное, все я отдал. Больше ничего не хочу делать, знаете. А я хочу, чтобы она сама поехала и почувствовала, как люди живут, как тяжело. Ну вот что касается Чарона Добра, вот следующий пункт это какой? Как люди могут присоединиться? Сейчас, кстати, Чарона Добра идет по Хангаласскому луцу. Город Покровск. Я на той неделе оказал городу Покровску помощь. Это 10 тысяч рублей отец им оказал. Взамен город Покровск оказал помощь, ой, есть такая маленькая деревушка, немегюнцы. А немегюнцы вчера передали этот Чарон помощь. Они собрали, кстати, самую посильную помощь оказали помощь Улахан. Такое есть маленькое тоже деревушке, есть Улахан. А Улахан оказывает помощь Чапаева. Чапаева оказывает помощь Актемьцам. Актемьцам, Техтюр, Техтюр, Табаге, Табага, Владимировский, Владимировка Хатаса. И каждый населенный пункт устанавливает свой герб на Чарон. И так мы объединим всю республику. И так мы объединим всю республику. Антон, желаем тебе успехов, начинаний в работе. Пусть эта акция будет иметь успех во всей России, во всем объектам, объединить всю страну, а потом и весь мир. Я напомню, что у нас был человек года Антон Васильев.